Меня зовут Вика, и вы на канале Вика Аверкросс Тич. Сегодня у нас 20 октября. И с 20 октября по 31, или сколько там в октябре дней, я начну свой новый вышивальный этап, и он будет называться так, что типа название сыроват, оно будет подобное вышиваю, что хочу. Я выбрала себе пять процессов, которых давно не было в моей ротации, и я их просто хочу, неважно, и буду их отшивать на протяжении этих там сколько, 11-12 дней. Вот сколько хочу, столько вышиваю. Хочу тысячи, будет тысячи. Хочу будет больше тысячи, будет больше тысячи. Ну, естественно, в обратном порядке также. Но я буду отшивать все сюжеты, так что я себе выберусь от какой-то нормы, например, тоже также по тысяче крестиков. Отошью, начну другой, вот. А потом уже как получится, может быть, у меня два круга сделать и получится. Как пойдет, понаблюдаем за этим чудом, потому что мне немножко надоело сшивать бумажечкам. Вот. Хочу выбирать себе сама. Ну, начнем. А я вам буду вставлять превью, потому что в основном это авторские схемы. Так, за помятость пардон только достала из ящика. Это у нас старая Прага от Ольги Ланкевич. Сейчас он вставляется превью с каких-то из сторон. Сшиваю я на Мурана. Цвет 770. 32-й каунт, который эквивалентен 16-му в камне. Вот. Сюжет потрясающий. Он очень легкий. То есть там вообще, ну, у Ольги понятно, все очень легко. Просто нужно садиться, сшивать. Мне почему-то баночка его не выдавала, и он мне так вот лежит. Следующий процесс, второй. Он тоже вставляется превью. Это залив гумбольта. Всем известнейший процесс, всем известнейший такой ах и ох хит, скажем так, вышивки. Вот. Я вышиваю на Муранке. 503-й номер. Очень нравится. Я, правда, так вот она не вышивала. Смотрите, какая плотная зашивка получается. Этот сюжет вышивается быстро, так как там берешь один цвет, и вот, грубо говоря, особенно внизу, можно так вот до победного. Но, конечно же, я не буду этого делать. У меня вот уже я выбрала какой-то участок, вот этот вот, и примерно до него буду зашивать. Там накладывать цвета. Потом как пойдет, как захочу, так и буду шить. Следующий сюжет – это от Риолис. Называется «Теплая осень». Мне так его захотелось. Вообще, я прям думаю, он мне два раза выпадал, как бы, в баночке моей. В списке, скажем так. Но ни разу так и не выпал рандомно. Это потрясающий сюжет. Я посмотрела по сайту, он вышивается крайне легко. Просто вот, особенно вот в участке этого дома. Так, ножнички. Пальчиком вот тыкаю, фу-фу-фу. Особенно вот в этом, в этой стороне дома, в какой-то части, я не знаю, как это правильно называется, будет такая зашивка, что там вообще. Просто берешь ниточку и шьешь, шьешь, шьешь. Правда, вышивается в три ниточки, но ничего. Больше получится. Вот. И немножко отвлекли. Больше получится. Ну, когда ниточка побольше, то, естественно, крестиков будет больше. Здесь тоже потрясающий сюжет. Просто потрясающий. Так. Четвертый сюжет. У нас будет ферма. Это журнал «Кросс-стичинг». Я сама перебирала, перенабирала. Так. Сейчас вам вставляется превью, вы тоже с удовольствием посмотрите. Сюжет очень кайфовый. Такой бумаге было бы вышить, мне кажется, крайне проблематично. Но мне безумно нравится. Вышивая на кашеле. Цвет не вспомню. Лучше подпишу. У меня оторвалась бумажечка, к сожалению. Вот. Такой сюжет. И, девочки, я еще какой-то выбирала для пятой и забыла его вытащить. Минуточку. Я забыла его принести. Это будет «Нью-Йорк» от Мережки. Вышли у меня сейчас 8%. Сюжет вшивается крайне легко и просто, по крайней мере, в том углу, в котором я вшиваю. Сейчас я вам разверну ее красиво, по-красиво. Вот. Так вот. Конва немножко у меня закипается. Вот так вот видно. Видно? Видно? Ну, немножко не очень красиво выглядит, но сейчас я не буду все это отглаживать. Блин, опять. И вот такой сюжет. Красивший. Как я сказала, что я буду выбирать без саги, ой, без рандома. Киса пришла? Киса, привет. Передай привет. Бляшка. Вот, я буду выбирать без рандома. То есть, я уже выбрала себе сюжет, который крайне хочу. Просто не представляете. Вот он мне тоже выпадал на два раза. Интересно, догадаетесь вы или нет? И он мне ни разу не выпадал в рандоме. Я такая, блин, как мне хочется вышивать, я не могу. Кто такой докатливый? Кто догадался? И это будет залив гумбальта от Silver lining. Вот так вот, правильно. Вот. Вышли у меня здесь всего два или три процента. Это тысячи крестиков. Всего в работе около 34 тысячи крестиков. Данную работу я буду вышивать на пальцах норке самозапяливающих. И не входят сюда вот эти вот все штучки, потому что у меня тканей крайне мало. Поэтому у меня постоянно, ну, так торчит. То есть, здесь свободное пространство. Вернусь к вам через тысячу крестиков. А еще, я надеюсь у меня понять, простите. Возможно, некоторые вставки будут без фона. Вот. Которые я делаю. И не со штатива, потому что у меня поставить штатив – это проблематично. Не скажу почему, но просто проблематично. У меня не всегда постоянно стоит, потому что у некоторых блогеров вышвальшатся. Я знаю, что они ставят штатив, а он у них стоит в какой-то комнате. И они просто подходят и ставят телефон и снимают. У меня так не получается. И постоянно каждый раз я должна делать штатив, а это немножко проблематично. Вот. Так что, возможно, некоторые выпуски, не выпуски, включения будут с рук, с руки, как правильно сказать. Поэтому понять, простите. Я надеюсь, от этого ваше восприятие не испортится. Так что, всем спасибо за это, что посмотрели это предисловие. Я надеюсь, вы ждете, как будут развиваться события, как будут прибавляться сюжеты. Поэтому, до новых включений, а я пошла в швадьбу мальта. Доброе утро. А, Ульянский. Восемь часов утра. Еще сплю, конечно, в одном ботинке, но ладно. Бележ, как обычно, тут. Привет передает. Мы немножко ее отодвинем, потому что она немножко мешает. Мне кажется, что сегодня будет много слов, поэтому готовьтесь. На вашем экране вы видите залив гумбальта. Ой, девочки, с этим сюжетом у меня огромная проблема, потому что я перепутала цвет. Смотрите, вот здесь должен быть цвет более темный. Сейчас я уже не вспомню, я перепутала 840 или 841. В общем, ситуация такова. Я вышла 350 крестиков. Потом я резко это увидела. Точнее, я поняла, что вроде на превью было что-то другое. И я такая начала смотреть в сабу, смотреть в схему. И поняла, что я ошиблась одним цветом. То есть он должен потратиться темнее. И тем самым он более, наверное, не так контрастен с вот этим вот третьим цветом. И у меня началась дилемма. Кстати, вот сейчас вот так я вот уберу сюда и вставлю слева превью. И вы посмотрите. Вот из-за этого у меня началась дилемма. Сейчас как раз я его оставлю, чтобы вы видели. Что делать? Оставлять так или перешивать? Всегда я знаю, я заброшу 100%, если буду перешивать. Потому что для меня это ад. Я не люблю во второй раз шить по схеме, по одной и той же. Поэтому вот так. Так в чём вопрос? У меня к вам вопрос. Перешивать или оставить так? Как думаете, это похоже на вот этот вот берег каменистый, песочный или нет? Мне муж сказал, грязь есть грязь. Типа какая разница? Потому что песок бывает разный, фактура бывает разной. Оставь так. Мол, всё равно все будут смотреть на волну. Она привлекает внимание и главный персонаж, можно сказать. Так же я запустила в инстаграм. Ты слишком громко урчишь. Грязь слишком громко урчала и покинул чёт. Вот. Что я говорила, я забыла. А, то что грязь бывает разная и ничего такого страшного нет. Но всё равно я отодвигала работу. Я пододвигала работу. То есть это у меня муки выбора, муки совести прошли целые сутки. Я даже спрашивала у своих подписчиков, как мне быть и что делать. Но это мне тоже не особо помогло, потому что мои подписчики в инстаграме делились за мной лагеря. Одни говорили, а Степ, то же самое, как мой муж. А другие говорили, типа, да ты чего перешей, лучше перешей. Девочки с позитивных крестиков тоже делились за мной лагеря. Одни вообще типа сказали, да ладно, пофиг, это песок. А другие сказали, нет, перешивай или делай бленд и уходи в нужный цвет. К вам тот же вопрос. Что делать? Как быть и что делать? Нет, в целом, конечно, это похоже на берег. Я сейчас смотрю издалека и вообще очень здорово смотрится, как по мне. Но конечный итог я не знаю, что будет, поэтому предугадать будет очень-очень сложно. Но в целом нормально, потому что тут ещё нет волны. Я смотрю только на этот вот маленький участок и не знаю. Я думаю, что в конце вот этой моей виртуальной недели, которая подлится 10-12 дней, я пойду наверх, скорее всего, и буду шить вверх. Но всё-таки или всё-таки я подожду вашего мнения. Так что, вот. Здесь я вышла 315 крестиков, я реально чуть не плакала, когда увидела ошибку и всё отбросила от себя. Да. Да. Я ничего не вышивала в тот день, у меня было 300 крестиков, я просто на всё забила. Сделала такая калачиком на кровати и страдала. Вот. Но потом, на следующий день я решила, хоть страдать, бери другой процесс и вышивай. Вторым процессом я решила выбрать Риолис, тёплая осень, артикул 1676. Вышивать с ниткой марине на АЕ-19 каунт. Вот такой у меня итог получился. Я вчера показала его мужу, вот, зря показала. И он мне говорит, Вик, а чё дом горит? Я такая, в смысле, дом горит? Он такой, ну это как будто пожар внизу, пожар. Я теперь не могу это развить, представляете? Ну ты же надо быть таким человеком, я прям в шоке. Говорю, ну ты зачем это сказала? Теперь я буду думать, что это реально горит дом. Но, конечно, в общей композиции так выглядеть не будет. Это пока просто такое яркое пятно, и мы его замечаем. А так, скорее всего, не будет. Мне очень нравится эта откладка. К сожалению, она спряталась за пальца. Но смотрится она восхитительно. Я не знаю, как продумал этот дизайнер, автор, но очень круто. Также ещё хочу немножко пожаловаться. Сюжет потрясающий, превосходный. Но. Но. Это восемнадцатая конец Аида Суцайгарта. Я не ошибаюсь. На ней шьётся, минуточку, в три, а сложение полукрест. Да, это полукрест. Но в три сложения на этой Аиде, это... Ой, я так шмар. То есть у меня нитки рвутся, мне приходится их кромсать. Они такие маленькие-маленькие делают. По пятьдесят сантиметров, что ли, или по сорок сантиметров я делала. Для меня это маленькие очень. Вот так вот. Ну, наверное, больше мне об этом сюжете рассказать нечего. Ну, классно, мне нравится, как он продуман, как дизайнеры продумали. Кстати, вот здесь будет пустота, где не вышли крестики, там и не будет крестиков. Здесь тоже не будет. Ну, не сказать, что он не легко шёл, но тысячи двадцать четыре крестики я на них сделала. Вот. Так что продолжим дальше. Следующий сюжет, который я хочу взять, будет «Старая прага» от Ольги Ланкевич. Я побыстренько, потому что у нас начинают сверлить. Будет не очень хорошо. «Старая прага» от Ольги Ланкевич. Это у меня мурана, цвет семьсот семьдесят. Потрясающий сюжет. Мне в запасах очень много мурана. Сейчас я себе мурану покупать больше не буду. Сложно у неё вышивать, крестики не очень ровные. Ну и полукрест ровный. Вот полукрест на неё вышивать здорово, а крестики сложно. Особенно, когда свет падает на вышивку. Ой, сложноватенько. Такие крестики неровные, выпуклые. Что-то мне очень нравится. Так, вам сейчас оставляется превью, поэтому я его беру немножко вот сюда. Перейду с другой стороны к камере. А я буду вышивать, зашивать вот эти вот пропуски. И отошью воду. Тут ещё очень много бэка. То есть я кончу крыши, получается, и отошью воду. Вот. И потом, если что, переставлю пяльцы. Очень хочу сфотографировать этот сюжет, но почему-то он в кадре получается не очень. Я постоянно мучаюсь. Вот. Ну, может быть, сейчас попробую в пяльцах. Может быть, что-то у меня получится, но это не точно. Вот такая вот красота. Это дизайнер ролика Лангевич, если я не сказала. Так. Я ещё хотела с вами поговорить об одной моей несущей теме. Я вспомнила свою историю из школы и поняла, почему я так боюсь рассказывать о своей вышивке, о своём хобби. Я даже при мужестве, например, снимать не могу, потому что мне не то, что стыдно, я стесняюсь. В общем, дело было так, когда мы были… Я переходила из девятого класса в десятый, в другой класс у меня был новый коллектив. И один раз, фоткая домашнее здание, у меня в кадр попал кусочек картины. Я помню, это была искусница, там огромный пейзаж, прогон-прогонистый, ну ладно, не суть. И у меня попал вот этот кусочек, я его выложила. И вы представляете, в школе надо мной стали смеяться, типа, вот, я как бабушка, там всё такое прочее. Я, во-первых, не ожидала такого, я была в шоке. И причём это делали не мальчики, которые нас любят тюрьмарить обычно, да, а девочки, вот. А ещё один учитель у нас был, не буду говорить, как он предмет, не важно, чтобы тоже мы сидели, и кто-то типа крикнул по поводу вышивки, и она у меня начала учить жизни, что я, как же она сказала, что лучше бы я в 17 лет уже о мальчиках думала, а не нитками занималась. Я такая была обалдевшая, в шоке, это не говорит учитель. И после этого я старалась вообще мне рассказывать о том, что я чем-то занимаюсь, что у меня есть вышивка и так далее. Вот, а у вас какие-нибудь были истории жизни? Так вот. И я тебе после этого действительно боюсь рассказывать, я действительно боюсь, что опять так же будут смеяться, вот. Но сейчас мне, конечно, немножко пофигу, особенно когда я открыла свой блог, это было в 16-м году. Вот после этого как-то всё исчезло. Мне стало пофиг. Такие вот истории. Ну всё, до новых включений. Всем доброе утро. У нас сегодня 25 октября. На улице идёт дождь. Просто я надеюсь, у меня хорошо получится видео снять, потому что свет такой, ну, очень серый. Как на сюжете дожди в Париж, наверное. Так, начнём с того, на чём мы остались в прошлый раз. Я сделала 1000 крестиков на дизайне «Старый город» от Ольги Ивановича. Как можно заметить, потому что вы это только недавно видите, я уже отложила его, не брала в руки два дня. Я закончила крыши. Вот эти вот домиков ближайших. Сделала на них бэк. И немножко повышевала водичку. Вам ещё оставляется привык. Сейчас так вот уберу, чтобы вам было понятнее, что из этого получается. Я вышла здесь 1000 крестиков за один вечер. Шло настолько просто и легко, что... Я даже не заметила, как я сделала эту 1000. Всё-таки нужно откладывать процессы, а потом ты к ним возвращаешься просто... Ой, просто охота и ещё раз охота их вышить. Сложности нет. Даже к Мурану я уже более-менее привыкла. Кстати, столько смотрится лучше. А то поначалу было сложновато с Мурана. Очень плотное переплетение. И из-за этого отзывалось сложности. Когда я вышивала в один крестик, в одно сложение нити, то было попроще. То есть такая, ой, как круто шло в две нити. Как круто шло, как всё такое прочее. А потом, когда я добавила крест в две нити, уже так мне легко не показалось. Вот. Но я стараюсь более-менее делать, конечно. Но не везде получается. Особенно говоря, если у тебя уже была зашивка, и ты, имея такими-то крестиками ставишь... Крестик другого цвета, он вообще кривый. Ну ладно. Ещё, кстати, хотела вам показать, какой у меня красивый органайзер. Смотрите, классно, да? Я поняла, что, наверное, вот эти вот лишние органайзеры самые удобные. Которые от пака. Ну, от аптекпака, точнее. Вот так надо поправить. А, потом поправим. Немножко вот уехала. Классно. Мне очень понравилось. Мне такие вот цвета классные. Это я уже просто тут брала. Поэтому немножко расплелась у меня коса. Так было очень красиво. Такие цвета гармоничные. Одно цветовой гаммер. Вот. И... Я вчера вышла 600 крестиков на... Дашли... Ой, да что же мне дашли в Париж-то? Потом Аура от Мережки К-172. Честно, вообще я вышла с на одном дыхании. Я даже не заметила, как отшивается тысяча крестиков. Было настолько легко, что я даже вообще не поняла, как это получилось. Я такая вышиваю, вышиваю, вышиваю. Я думаю, ну там на крестиков 100 смотрю 270. Я такая, что? Что происходит в этом мире? Получается, я начала отшивать вот это вот здание. Тоже идёт такими вот... Линиями. Цветовыми. Так это здорово, конечно. И начала немножко полукрест. Сегодня я хочу с утра, пока мне нужно кое-что послушать. Повышивать, наверное, полукрест в небе. Чуть-чуть подошивать. Может быть, сегодня с утра я закончу ещё эти... Там не получилось... Получается, осталось вышло до 1350 крестиков. У меня сейчас раннее утро, поэтому с голосом проблема. Так что понять, простите. Я думаю, что утром все такие. Сюжет потрясающий. Все его знают. Что-то стоит рассказывать. Идёт тоже на одном дыхании. Здорово. Получится, конечно, восторг. Как дизайнеры передали свет, конечно, вообще здорово. Прям... Снимаю шляпу. Ну всё. До новых включений. Ключи. До новых включений. А, я думаю, что сам внимательно догадаюсь, какой мне ещё один процесс остался и какой мне нужно немножко зашить. Поэтому уже такой интриги нет. Но, так, у меня ещё остаются дни. Если, конечно, у меня не звучит, скажем, чипы. Тьфу-тьфу-тьфу. То что-то будет по второму кругу, а что я пока не знаю. Ну, в общем, до новых включений. Всем привет. Сегодня у нас 27 октября, если не ошибаюсь. И у меня есть ровно 5 минут, чтобы рассказать и показать о своих продвижениях. Первое продвижение – это 400 крестиков на Нью-Йорке осенние от Маура. Осенний Нью-Йорк. Я повышивала небо. Тут, кстати, было небо в три сложения некоторых цветов. Представляете? Этот цвет был в три сложения. Немножко заполняла вот эти вот участки в доме. И тут тоже чуть-чуть получилось 400 крестиков. Вышивается мега легко. Вот вообще, то есть ты вышиваешь, вышиваешь, вышиваешь – хоп! 200 крестиков такая. Откуда? Как вообще так получилось? Неизвестно. В общем, кто хотел вышивать и рвёт – вышивайте. Он очень лёгкий, очень крутой. И мне кажется, даже вот сейчас вот видно, насколько это будет стильницей. Цена немножко, да? Ну, куда деваться? Следующее продвижение. У меня, кстати, было много. Этот что-то разворшивалось. Я всё-таки решила продолжить гумбольта с теми цветами, которые у меня есть. Я решила, ну и ладно, пусть у меня будет такой песок. Сейчас опять мне такие терзания. Думаю, блин, что получается такое? Это смотрю только издалека. Но я думаю, что будет хорошо. Почему-то у меня такое подозрение. Потому что сейчас это только такие разрозненные участки. Картина очень большая. Поэтому будет видно только, когда будет хоть сколько-то какой-то участок выжить. Пока я знаю, что это песок. Но знаю, что должна быть волна. Но волну я здесь сама пока не вижу, к сожалению. Поэтому. Поэтому. Это утёс, гора или что там такое. Сейчас он вставляется превью. Тоже вот вот повышевала. Очень быстро у меня получилось по времени. И чуть-чуть запомнила бэк. Тут есть бэк. Вот тут вот есть бэк. На муранке вышивать тяжеловато. Честно признаться. Поэтому я скрипая сердцем вижу тут неровные крестики. Такая, блин. Но вышивай дальше. Думаю, что в полной картине, если не приближать, то будет отлично. Хочу вот довышивать это вот всё-таки кусок и посмотреть. Вижу я это волную или не вижу. Потому что пока я ничего не вижу, если честно. Вот. И ещё я вчера вышила 500 крестиков на моей перенобранной самостоятельной работе. Это ферма из журнала Cross Stitcher ноябрьского 18-го года. Тоже очень быстро идёт. Мне нравится, как получается. Вчера я зашивала только вот этим вот цветом и киску. Всё. В социуме смотрите, как раздавайте. Вот. Очень нравится. Я решила продолжить и возьму ещё какие-то сюжеты до 31-го числа. И посмотрим, на каком сюжете у меня получится больше продвижений. Ну что. До новых включений. Спасибо, что остаетесь для этих моментов. И всё ещё со мной. Вот. Так что я лучше вам в следующий раз более подробно расскажу. До новых включений. Девочки, привет. И от Беляша вам тоже привет. Беляша шоу. Сегодня у нас 28 октября. Я сейчас только что сняла видео, потому что мы переезжаем в Польшу. Да. И там будут все мои волнения, приготовления. Интересное видео, я так думаю. Оно для меня самое интересное. Штатив у нас, у меня точнее стоит по-другому, потому что мой родной штатив уехал. Уедет точнее завтра. Он уже собран в чемодане. Поэтому сегодня снимаем так. И это будет последний кадр. Последнее включение из этого, скажем так, выпуска. Мы его вышиваем, что хочу. Всё почему? Потому что я буду активно собрать вещь. Которые я точно возьму с собой. Я уже выбрала дизайн и я их буду складывать. Вот. Муж у меня уезжает завтра, 29 октября. А я уезжаю через несколько недель. Но всё об этом будет подробное видео. Я всё расскажу, всё покажу. Вот. Грустно, грустно. Но с одной стороны новый виток жизни. Так что, думаю, будет больше интересного контента. Это я к вам пришла с вышитой 1000 крестиков на ферме. Этот был дизайн в журнале Cross Stitcher от ноября 2017 года. Я сама перенабирала этот сюжет. Вот. Сейчас вышиваю. То, что у меня получается. Такая вот прелесть. Потрясающий сюжет. Он очень лёгкий. Вышивается на одном дыхании. Я просто не замечаю, как отшиваю там 200-300 крестиков. Посидела там часто 300 крестиков. Я такая, что? Как такое вообще возможно? А, вот. Ниточка торчит. Ниточка, ты чего здесь торчит? Ты что, всё время торчала? Никакого безобразия. Вот. Поэтому вышивалась на таком прям дыхании. На лёгком. Как это я просто зову. На одном дыхании вышивалась. Очень понравилось. Сейчас я вам ещё раз покажу те сюжеты, которые я вышивала. Не знаю там сколько недель прошло. Чуть больше. Наверное, дни 10 уже прошло. Мы начали 20-го снимать. Сегодня 28-ое. В общем, я в цифрах уже запуталась. Поэтому сейчас я покажу вам про сюжеты, которые мне удалось отшить в этом, на этом протяжении. Это 1000 крестиков на ферме. 1000 крестиков на револисе «Тёплая осень». Тысячи крестиков на замечательной праге. Смотрите, какой потрясающий сюжет. Я просто смотрю и налюбоваться не могу, насколько он потрясающий. Кстати, я ещё раз брала гумбольта. Немножко подшивала. Решила всё оставить как есть, чего не меняла. Уже начала немножко волну. Извините, что пальцем тычу, как говорится. Но ножницы у меня уже тоже не знаю, где валяются. И поэтому для меня это будет сложно. На улице у нас уже темнеет, поэтому я включила свет. Вот. Всё не так, скажем так, как хотелось бы. Но жизнь вносит свои коррективы. Крестики очень неровные, но издалека смотрятся не чёток. Мне кажется, будет нормально. Да, немножко цвета не те. Но мне своё видение. Мне будет свой залив гумбольта. И ещё 1000 я отшила на мережке Париж. Да, вот такие у меня были итоги. Мне очень понравилось. Я давно так не скучала по процессам, как по этим. Просто я с таким удовольствием всё отшивала. Прям урчала, как кошечка моя, мне кажется. Прям удовольствие получала. Я хотела продлить это видео, этот забег. Не знаю, как назвать. Вышивальный забег. Не забег. До 31 числа, но нет. Потому что половина из этих сюжетов уедет. И я просто буду вышивать, которые останутся здесь. Да, это всё будет подробно в видео. Поэтому посмотрите потом. Если кому будет интересно. Ну, на этом всё. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Напишите, понравилось вам. Вам такой формат или нет. В Польше, возможно, я буду продолжать. Можно... У меня уже язык запутался, потому что долго снимала. Возможно, не буду продолжать. Не знаю, девочки, что будет. Потому что там будет много работы. Будет, я боюсь, что не до вышивки. Вот. Поэтому спасибо, что посмотрели. Здорово, если поставили лайк или комментарий. А ещё класснее, если вы подписались. Всё. До новых видео. До новых каких-то включений. Всего вам доброго. Пока-пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...